МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 3 новых больных, плюс 21 новые выздоровевшие. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти более чем на 7%. Состоялось совместное заседание думских комитетов. В Нижегородской области стартует чемпионат по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Созданная в научном центре вакцина от COVID-19 обеспечит защиту от вируса минимум на 2 года. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамале Александр Гинзбург. Он рассказал, что в ходе клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. И ни у кого не наблюдалось серьезных осложнений. Третья фаза исследований препарата под названием спутник ВИС стартовала 12 августа. Препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Всего в мире число заражений превышает 20 миллионов. За все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек. В России по состоянию на 14 августа зарегистрировано 912 823 случаи заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 5065 новых больных. Выздоровели 722 964 человека. Умерли 15 498 россиян. Кружки в детских садах и школах Нижегородской области скорее всего не откроют в начале учебного года. Об этом в своем инстаграме написал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, отвечая на вопрос подписчиков. Также чиновник представил краткий обзор новых норм организации образовательного процесса с 1 сентября. В школах планируется делать регулярную уборку, соблюдать правила личной гигиены, усилить дезинфекционный режим. Сергей Злобин уточнил, что уборку осуществляет обслуживающий персонал. Санитайзеры и термометры уже сейчас закуплены в полном объеме в 80% школ. Сложнее с рециркуляторами. Здесь еще идут поставки. Пока фактическая обеспеченность на уровне 63%, но подчеркну, поставки идут, сообщил министр. За каждым классом в новом учебном году закрепят свой кабинет. Для каждого класса разработают свое расписание. Его будут сдвигать от 15 до 25 минут с учетом перемен. При входе в школу у детей обязательно будут измерять температуру. Персонал пищеблока обязательно должен использовать маски и перчатки. Работа групп продленного дня, по словам Сергея Злобина, будет организована по решению школы. По состоянию на 14 августа в регионе зарегистрировано 25 510 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 128 новых больных. Выздоровели 22 362 человека. Скончались 426 нижегородцев. В Сарове за сутки выявили троих новых больных. При этом выздоровел еще 21 человек. Из тех, кто продолжает болеть, 25 саровчан госпитализированы в КБ номер 50. Один в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести. Один горожанин в тяжелом состоянии лечится в инфекционной больнице Нижнего Новгорода. 98 человек остаются на карантине. Проведено 297 анализов. С 1 мая в Нижегородской области действует масочный режим. В середине мая к этому добавилось требование носить и перчатки. Согласно указу губернатора, жители обязаны надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Нарушителям должна отказывать в услугах. Обязательное ношение масок и перчаток не отменили. И тем не менее, все больше людей стали ими пренебрегать. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили саровчан, используют ли они средства индивидуальной защиты в общественных местах. Большинство, почти 80%, носят только маску. Маску и перчатки надевают почти 10% опрошенных. Чуть меньше 9% респондентов не используют средства индивидуальной защиты. С 17 августа в Сарове открывают детские сады в режиме свободного посещения. Такое решение принял оперативный штаб, опираясь на статистику заболеваемости коронавирусом. Теперь все дети могут вернуться в сады. Не нужны справки с работы родителей или другие обоснования. Дошкольные учреждения будут соблюдать все необходимые меры профилактики. Подробнее о работе садов в период пандемии расскажем далее. Все группы детских садов начинают работать в свободном режиме. Приводить детей могут все родители, кому раньше отказывали в посещении дежурных групп. Но несмотря на возвращение в привычный уклад, изменения все-таки есть. Родителям, которые водили детей в дежурные группы, они уже знакомы. Мы просим родителей приходить только в масках в образовательную организацию. Мы сохраним масочные режимы. Все режимы дезинфекции, необходимые проветривания, необходимая обработка, все это сохраняется в таком же режиме, как было в этот период. То есть все мероприятия по профилактике и по нераспространению ковида мы, безусловно, выполняем в обязательном порядке. Если ребенок плохо себя почувствует, ему лучше вызвать врача на дом. И уже на основании решения доктора будет понятно. Оставят малыша дома на один день или посадят на больничный. Посидеть как раньше пару дней и прийти в сад без справки не получится. Состояние здоровья работников дошкольного учреждения тоже уделяет большое внимание. На сегодняшний момент все требования по приходу любых работников в любую организацию сохраняется термометрия в обязательном порядке, оценивание работодателям состояния здоровья. И только при этих условиях, что все в порядке, работодатель, работник допускается до работы. Поэтому все меры, которые у нас были до этого, они также сохраняются. И воспитатели пока также сохраняют масочный режим работы до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на уровне Нижегородской области и города Сарова. В департаменте образования обращают внимание, что летом группы иногда смешивают из-за того, что многие воспитатели в отпусках. Поэтому не исключено, что водить ребенка придется пока в разновозрастную группу. Но эта ситуация временная, никак не связана с пандемией. Также начинается прием новых малышей. Детки, которые к нам приходят впервые, это малыши, которые впервые поступают в образовательную организацию. Вот эти родители должны обратиться в детскую поликлинику, получить справку и, соответственно, уже с результатами, со всем перечимым документом обратиться уже в образовательную организацию, которая примет их в свои новые группы и на новый учебный год. Основной приток детей ожидается в первые дни недели. После этого станет понятно, сколько групп еще требуется открыть. Восстановить боевой путь предков поможет проект «Найти солдата». Этим занимается Всероссийский Центр приема и обработки обращений граждан по поиску информации о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Проект начал работу в этом году. Получить информацию можно по телефону 8 800 300 68 97 или на портале www.poisk.projektnaroda.ru Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 17 августа в первой поликлинике снова начнет работать дистанционная запись к врачам. Как и раньше, это можно будет сделать через портал пациента на официальном сайте клинической больницы. Также можно записаться, позвонив по телефону 9 55 11. На повторный прием и обследование пациента запишут в кабинете лечащего врача. Лично приходить в регистратуру не придется. Клиенты Сбербанка перестанут получать бесплатные уведомления о переводах. Об этом сообщает издание РБК. Теперь, чтобы получать уведомления, необходимо подключить платную услугу уведомления по карте. Изменения вступили в силу в конце июля-начале августа в разных регионах страны. Клиентов об этом предупреждали по СМС. Какой доли клиентов коснулись эти изменения, в банке не пояснили. Услуга уведомления по карте включает в себя данные обо всех операциях, в том числе о переводах другим лицам и списании средств при оплате в магазинах. Со следующего года единый государственный экзамен по информатике выпускники будут сдавать, сидя за компьютерами. С таким заявлением выступил временный исполняющий обязанности руководителя Рособоронадзора Анзор Мусаев. Компьютерная форма ЕГЭ будет включать 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 повышенного и 4 высокого. Также в экзамен войдут новые задания на практическое программирование, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Все ответы будут проверяться автоматически. В отделении денег на софинансирование, горячее упитание учеников младших классов и повышение тарифов за коммунальные услуги. На совместном заседании думских комитетов депутаты рассмотрели несколько вопросов, в том числе изменения в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Но больше всего споров вызвало обсуждение увеличения платы за воду и отопление. Подробности в следующем репортаже. Примерно на 300 рублей больше придется платить семье из трех человек за однокомнатную квартиру с 1 июля следующего года, если депутаты одобрят повышение тарифов не на 4%, как по всему региону, а на 7,2%. Чиновники считают, что повышенный тариф необходим для заключения консессионного соглашения по горводоканалу и реализации инвестиционной программы обеспечения РФИАС ФНИЕВ. По словам главного инженера, некоторые участки отопительной системы настолько изнасили, что требуют скорейшего ремонта и модернизации, а для этого нужны деньги. Инвестиционную программу уже согласовали в правительстве Нижегородской области. На сегодняшний момент мы имеем одно неустраненное замечание. Это замечание касается согласования инвестиционного роста оплаты граждан, которые мы сегодня обсуждаем. Все остальные замечательные. Нами были сняты, все осталось оборожение. И тогда мы могли в следующем году давать старт этой программе. Больше всего у депутатов было вопросов к пункту, касающемуся консессионного соглашения. По этой программе еще никто не заявлялся, а тариф на воду на следующий год уже хотят поднять. Мы сегодня говорим о том, что мы устанавливаем предельный рост. Вот мы для себя решили здесь органы для сенсионного управления, что больше не дадим. Но не факт, что он будет ровно такой. Он может быть меньше. Он больше не будет тариф, чем та модель, которая сегодня заложена в консессионном соглашении. Если же консессионное соглашение не будет заключено, то инвестиционная программа теплосетевой компании тоже не будет реализована. То есть пока не будет четкого понимания, будет или не будет это соглашение заключено, тариф, естественно, не будет установлен в том объеме, как он сегодня здесь в вашей столе. И будет он установлен в региональном службе тарифа, у нас есть 4% провода этого тарифа. То есть сегодня это возможность, которая, может быть, будет реализована. Мнения разделились, и депутаты не пришли к единому знаменателю. Было принято решение не выносить этот вопрос на заседание Городской Думы, а еще раз подробно рассмотреть на профильном комитете. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Восстановление тротуара у кольца на Октябрьском проспекте займет неделю. Как пояснили в администрации, причиной повреждения стала нехватка мощности ливневой канализации. Решить проблему могла бы полная реконструкция ее сетей, но на это, по оценкам специалистов муниципалитета, потребуется сотни миллионов рублей. Поэтому в ближайшее время будут проводить работы, которые позволят ослабить нагрузку на ливневую канализацию на этом участке. Как считает администрация, никакой угрозы для безопасности движения автомобилей по Октябрьскому проспекту нет. Напомним, часть тротуара и откос на кольце на Октябрьском проспекте смыло во время дождя вечером в среду. Аналогичная ситуация произошла и в прошлом году. Футбольный клуб «Саров» вернулся к тренировкам. После долгого перерыва футболисты вышли на поле, чтобы начать подготовку к чемпионату Нижегородской области. В этом году турнир должен пройти в два круга. В нем примут участие 10 команд. Какие перспективы у «Саровской команды?» С какими трудностями столкнулись футболисты после карантина? И когда болельщики нашего города смогут посмотреть игры вживую? Расскажем далее. Практически пять месяцев без тренировок провели игроки футбольного клуба «Саров». Наконец, после перехода нашего региона на второй этап снятия ограничений, после нескольких дней бумажных проволочек им разрешили выйти на поле. Практически одновременно с этим было принято решение провести чемпионат области. Первые три игры наши футболисты проведут на выезде. Затем запланирован домашний матч. Изначально Роспотребнадзор предъявил жесткие требования к организаторам турнира. Сейчас Роспотребнадзор требует от клубов, которые будут участвовать в чемпионате, сдать тест однократно. Однако и это решение не до конца футболистам понятно. Логика тут действительно мало присутствует, поскольку сдали мы тест за 72 часа. Но мы же не закрываемся на базах как профессиональной команды и полностью себя изолируем. Мы тренировались, пошли домой, пошли в магазин, где-то проконтактировали, возможно, не зная об этом. Бюджета у клуба «Саров» практически нет. Частично расходы берет на себя школа Икар. Стартовый взнос, оплата питания спортсменов и транспорт. Также есть грант, на который наняли тренера. Часть денег пошла на разработку логотипа. Остальное потратят на афиши и билеты. Тех средств, которые есть в распоряжении клуба, не хватит на то, чтобы достойно конкурировать с другими областными командами. Сумму, я думаю, что она очень сильная в области плавы, начиная, например, от частного клуба «Шахтер», который, возможно, я не берусь быть правым. Думаю, порядка 10 миллионов они имеют. А если мы возьмем наш, это 500 и 700 тысяч примерно на обязательный расход. Ну, миллион, 200. Десять лет назад у Саровского клуба был один из самых высоких бюджетов по области. Тогда и места занимали высокие. Были обладателями Кубка, чемпионами области. Но с каждым годом финансирование урезали. Сейчас Саров уже не может позволить себе, например, легионеров. «Шахтер Атлант», «Пишелань». Там 90% легионеров. И не только из Нижегородской области, а вообще из разных уголков страны России, которые чисто живут в футболе. Поэтому шансов занять призовое место в чемпионате этого сезона практически нет. Задачи у руководства клуба сейчас другие. Ну, прежде всего, создать на этот год коллектив уже более-менее, чтобы был единый целый коллектив, чтобы уже как семья была. И от него уже там и в будущем, как говорится, плясать. Конкретных задач не ставим, но и, как говорится, не быть мальчиками для битья. Сам чемпионат пройдет в два круга. Команды сыграют 10 игр дома, 10 на выезде. Если матчи выпадут на декабрь, команды будут играть на нейтральных полях, где есть подогрев. Первые три матча Саров проведет на выезде. Первый домашний матч планируется в сентябре. Подробный репортаж о футбольном клубе Саров смотрите в программе «Дополнительное время». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова